Вот уже 90 лет Краевой институт развития образования в Хабаровске работает с педагогами со всего региона, помогает внедрять новые педагогические практики, настраивает связи с бизнесом. Все для того, чтобы учебные заведения выпускали нужных специалистов. Работа очень важная, однако не без трудностей. Кадровое обеспечение отрасли – одна из ключевых задач для ХК и РО. Тему продолжат мои коллеги. Гордимся тем, что мы начинали первыми на Дальнем Востоке. То есть мы были единственным институтом, который регионы Дальнего Востока имели. Институт повышения квалификации педагогических кадров открылся в Хабаровске 90 лет назад. До 1938 года был единственным на Дальнем Востоке. Сегодня Институт развития образования занимается модернизацией отрасли в Хабаровском крае. ХК и РО – это современный образовательный и научно-методический центр, который занимает ведущее место в системе дополнительного профессионального образования в ДФО. Здесь консолидируются проекты всех уровней – от местных, разработанных специалистами института, до национальных инициатив. Есть поддержка талантливых детей, есть наставничество, поддержка молодых педагогов, наставничество над студентами педагогических специальностей. Их много, и не каждый решает свою отдельную задачу. Для совершенствования системы образования в крайне необходим комплексный подход. Чтобы повысить качество учебной подготовки будущих специалистов, нужно в первую очередь подходящие компетенции развить у тех, кто эти кадры готовит, то есть у педагогов, которых, в свою очередь, еще нужно удержать на рабочих местах. Эту проблему решают через краевой проект «Педкластер-27». Наставники помогают молодым специалистам закрепиться в школах, техникумах и колледжах. Сопровождение осуществляется по трем основным направлениям. Формальное образование, неформальное образование и информальное образование. Это способствует адаптации, становлению и развитию этих специалистов у нас, закреплению их в системе образования. Краевой институт развития образования работает и со школьниками, которые в будущем могут пополнить педагогические ряды. Упор делается на профориентацию. Так организация разработала профибоксы. Методические наборы уже получили 83 школы Хабаровского края. Передать комплекты в остальные заведения планируют до конца 2024 года. Пройти профессиональные пробы, посмотреть, к чему вы более склонны и сделать правильный выбор. Вот этот проект решает эту задачу. Закрепить на территории Хабаровского края талантливых детей, найти для них интересные рабочие места. На работу педагоги должны ходить с удовольствием. На достижение этой цели направлен федеральный проект «Школа Минпросвещения России». Хабаровский край вошел в тройку пилотных регионов. Первые 33 школы уже к нему подключились. Фактически мы строим модель идеальной школы, в которой и радостно приходить учителям и педагогам на работу. И мы всесторонне можем развивать личность ребенка. Ну и школьный климат, инфраструктура, образовательные учреждения должны быть на высоте. Полина Овчаренко, Мария Шулешко, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.